Сначала провязываем воздушную цепочку. И пропускаем одну петлю и в следующую петлю вяжем столбики без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда. Вот первый ряд связан. Далее продолжаем вязать ниткой другого цвета. Вяжем одну воздушную петлю. И далее, не переворачивая вязание, вдеваем крючок в полупетлю основания. И далее, еще ниже, захватываем пол петли воздушной цепочки. Вот так. Теперь захватываем нитку и протаскиваем ее через две петли. На крючке остаются две петли. Теперь захватываем нитку и протаскиваем через последние две петли. Далее, вязание повторяется аналогично. Мы вдеваем крючок в следующую половину петли основания и в следующую половину петли воздушной цепочки. Захватываем рабочую ниточку и протаскиваем через две петли. Еще раз захватываем ниточку и протаскиваем через две петли. И далее повторяется совершенно одинаково. Так мы будем вязать до конца ряда. И сейчас я покажу, что получится. Так будет выглядеть образец после того, когда провязан второй ряд. Видно, что он получился у нас двухсторонний. С одной стороны он розовый, с другой стороны он синий. Теперь мы приступаем вязать ниткой розового цвета. Третий ряд у нас должен быть розовым. Но так как на этом конце у нас нет розовой нитки, то мы начинаем вязать с третьего клубка. И провязываем одну воздушную петлю. Затем вяжем следующим образом. Захватываем половину петли основания. Это синяя ниточка. И спускаемся вниз. И захватываем половину петли предыдущего ряда. Протаскиваем ниточку через две петли. И затем еще раз протаскиваем ее через две петли. И так будем вязать до конца ряда. Захватываем пол петли синий, пол петли розовый. И вяжем столбик. Так мы вяжем до конца ряда. И затем в конце ряда снова ниточку будем менять. Я закончила вязать этот ряд. Переворачиваемся. И сейчас нам нужно будет вязать снова синей ниткой. И это уже будет четвертый клубок. С которого мы будем вязать. Вязание абсолютно такое же. Вяжем воздушную петлю. И потом захватываем пол петли с розового ряда. И пол петли с синего ряда. И вяжем столбики без накида. В каждом новом ряду нитку чередуем другого цвета. Чтобы у нас получилось вязание с двух сторон разное. Чтобы было понятнее, я нарисовала вот такую схемку. И видно, что синяя нитка всегда вяжет только в одну сторону. А розовая нитка всегда только в другую сторону. И поэтому без обрыва нитки не обойтись никак. Вот так выглядит образец двухстороннего вязания. Оно разное. С разной стороны. И недостаток такого вязания состоит в том, что необходимо обрывать каждый раз нитку. Для того, чтобы провязать следующий ряд. Это вязание может быть не обязательно одного цвета с одной стороны. Оно может быть и полосатым. Можно использовать, кстати, для этого вязания какие-то остатки ниток. И тогда это будет образец разноцветный. Круговую этот способ вязания вяжется намного легче. Потому что нитка уже не обрывается. Она вяжется без обрыва. А так выглядит двухстороннее вязание, связанное по кругу. И если я выверну его наизнанку, сейчас вы увидите, что оно стало другого цвета.